Быстрые, внимательные и меткие. По Тверью стартовали летние военно-патриотические сборы на базе Центра стрелковых видов спорта. Мероприятие ориентировано на школьников. Их научат правильному обращению с оружием, ориентированию на местности, а также организуют встречи с представителями силовых ведомств, а также с участниками специальной военной операции. О том, как прошел первый день сборов, расскажет наш корреспондент. Прижимаем, ждем команды. Инструктор объясняет участникам сборов, как держать оружие, как работают его механизмы и как оно ведет себя в руках человека. Одним словом, сразу и лекция, и практикум по безопасному обращению с оружием. Научат ребят не только стрелять, а еще и ориентироваться на местности и даже управлять боевыми гаджетами. Лекции прочитают особые гости. Они будут знакомиться с сотрудниками различных силовых подразделений, которые будут им рассказывать, показывать, как они работают, с чем связана их работа. Познакомиться с коптерами, беспилотниками. Приедут ребята, которые непосредственно участвовали в СВО, которые им расскажут, покажут, как это применяется, с какой целью. Мероприятие проходит на площадке Тверского центра стрелковых видов спорта, что в деревне Березино, под контролем опытных инструкторов. Всего в сборах в этом году принимают участие более 20 ребятишек из Твери и области. И мальчишки, и девчонки. Среди них есть ребята, занимающиеся практической стрельбой, но которым хочется уметь несколько больше, а еще научить некоторым навыкам своих сверстников. У меня сейчас брат, офицер, находится на специальной военной операции. Я бы хотел хоть немного понимать настоящую нагрузку и подучиться вспомнить, как вообще это, стрелять. Хотелось бы научиться профессионально стрелять. Интересно научиться управлять коптерами. Атмосфера интересна. Летать, разведать информацию. Еще ребят ждут лекции по истории России и о волонтерском движении. Одним из организаторов сборов выступили координаторы, известного на всю страну Тверского штаба «Помощь Донбассу», которые больше года отправляют в зону СВО гуманитарные грузы для наших бойцов. Наша основная задача здесь, с нашим штабом, это рассказать деткам, кто такие волонтеры, почему мы такие, что мы делаем, и что дети могут сделать во время сборов для бойцов СВО. Мы планируем рисовать стенгазету для медицинского батальона, писать письма, рисовать рисунки, записывать видеоролики. Так ребята сами смогут стать волонтерами, поддержать своим творчеством тех, кто на передовой. Все сделанное руками ребят непременно будет передано нашим бойцам. Сборы рассчитаны на пять дней. Каждые сутки новые задачи. Таким образом, как говорят организаторы, это и программа военно-патриотического воспитания, и полезные навыки для детей. И доброе дело для тех, кто стоит на защите Родины. Редактор субтитров А.Семкин